Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много рецептов низкокалорийных блюд, с помощью которых можно похудеть. Мой супруг похудел на 50 килограмм, а я на 31. И сегодня я буду готовить низкокалорийные вкусные завтраки для похудения. Начинаю готовить. И для начала я беру один небольшой помидорчик, 80 грамм, и мелко нарезаю. Вот таким небольшим кубиком. К нарезанному помидору добавляю одно яйцо и две столовые ложки молока. И перемешиваю в однородную массу. Сюда же отправляю 20 грамм, одну столовую ложку с горкой, овсяных хлопьев, геркулес из цельного зерна. И у меня есть ещё 80 грамм отварной курицы. Её я просто вот так разделю на волокна и добавлю к смеси. У меня куриная грудка, но можно взять любую другую часть курицы. Солим по вкусу и по желанию. И перемешиваю. И дадим массе постоять 10 минут. Теперь я на сковороду капнула 2 капли масла. Это 2 грамма. И вот так слегка нанесу по всей сковороде. Сковороду хорошо разогреваю. И на разогретую сковороду просто выкладываю смесь. И вот так вот разравниваю и придаю форму круга. Слегка сверху вот так приминаю. Накрываю крышкой и готовлю под крышкой по 5 минут примерно с каждой стороны. Прошло 5 минут. Попробуем перевернуть. Прекрасно. Да, всё вот так вот отлично. Ну, конечно, аккуратненько переворачиваем, потому что он у нас такой толстенький, сочный получился. Всё. Теперь 5 минут с другой стороны. Прошло 5 минут. И с другой стороны отправляем наш завтрак на тарелочку. Вот такой вот он красивый, вкусный и ароматный. Значит, калорийность такого завтрака 307 килокалорий. Вот такой один овсянно-блин идёт как раз на одну порцию. И готовим второй вариант. Я беру болгарский перчик, половинку, 60 грамм. И мелко нарежем. Вот так мелко подрубливаем. Теперь я беру 40 грамм сыра и также нарежу мелким-мелким кубиком. У меня сыр домашний. Вот. Я считаю всегда сыр по 250 килокалорий. Но если, допустим, у вас нет такой калорийности, а калорийность сыра выше, то нужно, значит, просто взять поменьше сыра. То есть ориентироваться не на вес, а на калорийность. Взять, допустим, не 45 грамм, как у меня, а грамм 30. В общем, ориентируйтесь на калорийность сыра. И 40 грамм отварной куриной грудки я также мелко нарежу. Сюда же добавляю 2 столовые ложки полных молока, 1 столовую ложку 20 грамм овсяных хлопьев геркулес из цельного зерна и 1 яйцо. Солю по вкусу и перемешиваю. И дадим постоять также 10 минут, для того, чтобы хлопья набухли и впитали в себя жидкость. Прошло 10 минут. В сковороду наливаю 2 грамма растительного масла, смазываем сковороду и отправляем смесь в сковороду. Так же, как и в первом случае. Так же делаем в форме круга, слегка придавливаем. Вот так вот придаем форму. Готовим по 5 минут с каждой стороны под закрытой крышкой. Прошло 5 минут с одной стороны. Переворачиваем. И готовим ещё 5 минут с другой стороны. Второй завтрак вот такой поджаристый готов. Он на 366 килокалорий. И готовим третий завтрак. Берём хлеб, тёмный, где-то примерно 1,5-2 сантиметра толщина. И вырезаем острым ножом серединку. Так, вот так вот выкладываем. Вот такая получилась формочка. От этого хлеба берём половинку. Хлеба тёмного у меня получилось 45 грамм. И вот эту половинку нужно мелко-мелко нарезать. Ну, не очень мелко. Вот на такие как бы брусочки. Ну, или кубики, как хотите, в принципе. Хлеб я подготовила. Теперь мне понадобится 60 грамм отварной курицы. Я её разобрала на волокна, либо можно мелко порезать. Теперь берём одно яйцо. Добавляем 1 столовую ложку молока, 3,2% жирности. Солим и перемешиваем. Яично-молочная смесь готова. Ещё мне понадобится пару кружочков помидоров, нарезанных, порезанных пополам, 30 грамм. В разогретую сковороду также отправляю 2 грамма растительного масла. Сковороду смазываю. Кладу форму хлебную и отправляю в форму нарезанный хлеб. Форму придерживаю хлебную руками. И наливаю сюда половину яичной смеси. Немножечко форму придерживаю, чтобы яйцо закрепилось. Выкладываем курицу. И добавляем остальное яйцо. И опять вторую половину курицы. Друзья мои, хлеба лучше брать где-то 2 сантиметра. Тогда будет хороший такой бутерброд на один раз для одного человека. Сверху выкладываем дольки помидоров. Вот это бутик. Да, классный. Мне нравится очень. А мне как нравится. Такой рисунок у тебя получился. И можно сверху посыпать своими любимыми приправой. У меня это молотый кориандр. Мне очень нравится. Накрываем крышкой и оставляем минут на 7. Можно, кстати, сверху по желанию посыпать сыром. Ну, 7 минут прошло. Достаем наш бутербродик классный. Вот такой. И будем сейчас всё подавать. Вообще супер! Ну вот, друзья мои, 3 варианта завтрака полезных, с помощью которых можно похудеть, готовы. Вот это первый вариант на 307 калории. Я подаю с огурцами. 50 грамм огурцов. Вместе с огурцами калорийность такого завтрака 316 калорий. Значит, здесь у нас второй вариант завтрака. Без помидор 366 калорий. Плюс 50 грамм помидор. Итого 375 килокалорий. И вот такой вот третий завтрак. Вообще мой любимый. Я люблю вот такой вот бутерброд. Я его разрезала на 2 части. Значит, этот завтрак у меня получился на 207... На 287 килокалорий. Плюс 50 грамм овощей. И общее количество калорий 314. Значит, друзья, для того, чтобы похудеть, нужно есть вот в такой чашке. Объёмом 250 миллилитров. Только то, что войдёт в эту чашку. С помощью этой чашки я похудела. Ну вот и всё, пожалуй. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео.